Картофель фри, который продают в ресторанах Макдональдс от Москвы до Мурманска, теперь будет только российского производства. Такое решение сеть фастфуда была вынуждена принять из-за американских санкций. По словам главы российского представительства Макдональдс Хамзата Хасбулатова, это даст возможность продолжать развитие более стабильно и минимизировать риски, связанные с таможенными и административными ограничениями. Но 98% всего, что будет реализовано в наших ресторанах, будет производиться в России. Это, конечно, большое достижение. Практически мы закрываем полностью весь рынок за счет производства внутри России. Первый ресторан сети Макдональдс открылся в России в 90-х годах после развала Союза. С тех пор здесь постепенно переходили на российские ингредиенты для всех блюд. От бикмаков до мороженого. Экспортировали только замороженный полуфабрикат для картофеля фри из Нидерландов и Польши. Российский не устраивал по качеству. Здесь не было картофеля, который бы по своим характеристикам, качеству подходил бы нам. Вы знаете, наш подход к нашей продукции, он должен быть идеального качества. Он должен быть абсолютно идентичным с нашим глобальным продуктом. Теперь же в Липецке, в 450 километрах от Москвы, заработал новый картофелеперерабатывающий завод. Он будет поставлять замороженное сырье во все российские рестораны-сети. А их в стране 651. Завод стоимостью приблизительно 139 миллионов долларов совместно построили российская агрофирма «Белая дача» и нидерландская компания «Лэмп Уэстон» – давние партнёры Макдональдс. В год предприятие будет перерабатывать до 200 тысяч тонн картофеля. Рубль частично встал на ноги после некоторого повышения цен на нефть. Они упали до своего минимума в 2016-м. Однако торговые санкции сохраняются. В ответ на ограничения со стороны западных стран Россия также ввела запрет на импорт ряда иностранных товаров.